Осанка Следующее наше упражнение мы сделаем в позе на четвереньках. Мы выстраиваем ручки под плечом, давим от кончиков пальчиков в пол и следим за центром. Не проваливаемся. Сделали такой небольшой выдох, почувствовали пресс, поставили кончики пальчиков ног на пол и на выдохе приподнимем колени. На вдохе опускаем. На выдохе вдох-выдох можно сделать вверху и опускаем. В этом упражнении очень важно следить за центром. Если вдруг вам стало легко, то значит вы его отпустили и прогнулись и уже неправильно выполняете упражнение. Пресс должен быть в небольшом напряжении. Когда центр подтягивается, у нас вырастает немножко грудь, мы немножко вырастаем вверх. Часто отмечают, что я стала выше. На самом деле просто вы свой рост взяли, какой у вас есть. Но осанка – это то, что мы не можем контролировать долго. Осанка – это автоматический ответ на гравитацию. У нас всегда действует гравитация на нас, как только мы встали. А это на самом деле большое давление, как будто плита бетонная на голове. И осанка будет зависеть ровно от того, насколько ваши мышцы сильные. И если где-то они слабые или плохо, мало отрабатывают, то мы будем вот эти перекосы иметь. У каждого будет свое что-то. У каждого тело подстроится, но как-то по-своему. Вот. И осанку вы не сможете контролировать больше двух-трех минут. Только вы на что-то отвлеклись, все, ваше тело встало, как ему удобно. Это работа нервной системы и мышц. Поэтому вместо того, чтобы держать осанку, нужно сконцентрироваться на тренировке нашего каркаса. И в одной из следующих наших передач мы продолжим рассказывать про упражнения, которые помогут формированию правильной осанки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова